Решение существующих проблем, так называемых болевых точек регионального и республиканского уровня, а также участие в этом процессе не только государства, но и общественных объединений и просто неравнодушных жителей, обсуждали участники встречи. Ряд государственных задач своими силами способна решать и Белая Русь, отметил ее председатель Геннадий Давыдько. К примеру, в настоящее время разрабатывается информационный ресурс – портал, интегрируемый в социальные сети. Он позволит проводить мониторинги, выявлять общественное мнение, не затрачивая бюджетных средств. У любой общественно-политической силы должно быть максимально возможное влияние на максимально широкие массы людей, сограждан. Мы хотим, чтобы не то, что о нашей деятельности знали, мы хотим влиять на сознание людей в патриотическом воспитании, в осведомленности. Ведь часто наши заблуждения, которые диктуют нам неверные поступки, наступают из-за неправильной информации или из-за тенденциозно поданной информации. В связи с этим мы хотим создать абсолютно честный, светлый, как Белая Русь, портал, на котором будут приниматься в прямом режиме мнения людей по тем или иным вопросам. И мы будем сверять реальную информацию, что люди думают, вот поэтому, поэтому. И люди будут сами видеть, что происходит и каково общественное мнение. В рамках встречи было принято важное решение. В Бресте появится новое структурное подразделение Белой Руси. Городская организация. Шел разговоры о подготовке областного центра к большому юбилею. Праздник приближается. Участие в мероприятиях примет и Белая Русь. Мы делаем городскую организацию. Это я вам говорю, как оно есть. И именно ваш пресс катализировал эту тему. Это делаем. По проекту Тысячелетия. Думаем. Думаем, вносим вам предложение. Поверьте, что от вас нужен только ваш авторитет и ваша личность. А за вами будут пойдут другие. Поднять эти пласты исторические. Это очень важно. Как это сделать так достаточно эмоционально, осмысленно, чтобы проникло это в души тех, кто будет участвовать, чтобы брещане, теперешние современные жители этого города и области ощутили гордость за пребывание на такой исторической земле, где умирали, любили, совершали подвиги, рождались великие люди. Да, кто-то уехал, кто-то остался, но эта земля, она на самом деле находится в центре Европы и имеет огромное значение для всей истории Европы. Председатель Белой Руси Геннадий Давыдько, подводя итоги встречи для журналистов, подчеркнул, общение получилось конструктивным и эмоциональным. Иначе не могло быть. Вопросы и проблемы обсуждались насущные. Те, что сегодня волнуют жителей города, области и страны. И их решение должно стать общей задачей и государства, и каждого жителя в отдельности.